Молодая женщина получает множество шокирующих новостей на протяжении всей беременности. Когда у нее внезапно начинаются схватки, врачи возмущаются тем, что она рожает. Александру положили на операционный стол, окруженную таким количеством врачей и медсестер, какого она никогда в жизни не видела. В воздухе витало предвкушение того, что должно было произойти. Несмотря на всю суматоху в операционной, Александра чувствовала себя странно спокойной. Она держала за руку своего партнера Антонина, и они улыбались друг другу, готовые вместе отправиться в совершенно новое путешествие, о котором никто из них и не подозревал, когда они решили попробовать завести еще одного ребенка. Когда операция кесарево сечения подошла к концу, по операционной разнесся общий вздох, когда врачи и медсестры поняли, кого родила Александра. Александра Кенова и ее партнер Антонин Кроен жили в небольшом городке Меловицы недалеко от Праги в Чешской республике. У них уже был маленький сын, которого они очень любили. Им нравилось быть родителями, и они с удовольствием планировали выходные и веселые мероприятия для своего сына. Александр и Антонин стремились расширить свою семью. Их сын всегда легко заводил друзей, и они знали, что он был бы рад иметь родного брата, лучшего друга, который всегда был бы рядом с ним. Их сын достиг того возраста, когда супруги почувствовали, что пришло время завести еще одного ребенка. Через несколько месяцев пара получила радостную новость, которую они так долго ждали. Они ждали еще одного ребенка. Они подождали, пока не исполнилось 12 недель, прежде чем сообщить своему сыну, что у него появится новый товарищ по играм. Маленький мальчик был вне себя от радости, но было кое-что, о чем они сыну не рассказали. В ходе 12-недельного обследования врачи выявили, что, с высокой вероятностью, у пары будет больше одного ребенка из-за того, как были уложены младенцы. Врачи не смогли подтвердить, сколько детей вынашивала Александра. Супруги мысленно готовились к появлению двойни, но не хотели никому говорить об этом, пока не получат подтверждение. И у Александры, и у Антонина в семьях были близнецы, поэтому они всегда знали, что вероятность рождения двойни у них выше. Эта мысль заставила их улыбнуться, и они не могли дождаться встречи с двумя сгустками радости. Вскоре живот Александры увеличился, и люди начали шутить, что, похоже, она носит ни одного ребенка. Дело дошло до того, что пара больше не могла отмахиваться от замечаний, и, наконец, призналась людям, что ждет двойню. Из-за многодетности Александре пришлось посещать больше обследований, чем обычно. Теперь врачи были на 99% уверены, что пара ожидает двойню. С рождением ребенка все шло так, как и должно было идти, и хотя бывали дни, когда Александре было тяжело выносить двух малышей, она была просто благодарна судьбе за то, что они оба здоровы. Однако вскоре пара узнала шокирующую новость. При очередном обследовании врачи объяснили, что из-за того, что ребенок растет и двигается, теперь кажется, что Александра может вынашивать целых четырех младенцев. Супружеская пара потеряла дар речи, увидев, как при сканировании число младенцев продолжало удваиваться. И снова из-за положения младенцев врачи не смогли подтвердить фактическое количество младенцев, показанное на снимке, и супружеской паре оставалось только гадать, сколько же детей у них будет в конечном итоге. Теперь, когда казалось вероятным, что Александра родит троих или четверых детей, врачи посоветовали молодой женщине не торопиться. Несмотря на то, что она была молода и обладала крепким здоровьем, медицинские работники были очень обеспокоены большим количеством рисков, связанных с многоплодной беременностью. Пара сначала была вне себя от радости из-за того, что ожидала двойню, а затем испугалась, что дети родятся недоношенными и у них будут проблемы со здоровьем. Оставшиеся несколько месяцев беременности Александра отдыхала, чтобы убедиться, что малыши будут здоровы. Во время последнего обследования перед родами врачи сказали Александре, что в интересах ее и детей было бы сделать кесарево сечение. В свете недавнего открытия команда медиков собралась вокруг и поделилась новостями, которые поразили супругов. Сначала пара полагала, что у них будет один ребенок. Затем сканирование выявило двойню, и врачи предположили, что их было целых четверо. Теперь сканирование показало, что детей может быть больше. Точное число детей оставалось загадкой, и никто не мог сказать наверняка, сколько их будет, пока Александра не родит. К и без того замечательному путешествию добавился дополнительный уровень неизвестности. Пока шли дни до родов, семья вместе с бригадой медиков с нетерпением ждала момента, когда все прояснится с появлением младенцев. Пара вернулась домой с известием о том, что у них могут появиться четверо или более детей, и они столкнулись с радостным, но в то же время ошеломляющим вопросом, как подготовиться к приезду их большой семьи. Первые дни беременности были потрачены на оформление детской, которая изначально была превращена в комнату для близнецов. Однако по мере того, как беременность прогрессировала, пара внесла коррективы, чтобы разместить больше детей, полагая, что на этом необходимые изменения в детской закончатся. Теперь они столкнулись с проблемой установки дополнительных кроваток и предметов первой необходимости в своем доме, и эта перспектива вызвала у них смешанное чувство волнения и беспокойства. К счастью, друзья и родственники оказались рядом, чтобы помочь, когда узнали, что на подходе еще дети. Люди сплотились вокруг пары, и вскоре дом был достаточно перестроен, чтобы вместить всех их новоприбывших. Александра и Антонин были чрезвычайно благодарны за все протянутые руки помощи и слова любви и поддержки, которые они получили. Было очень тесно, но, по крайней мере, теперь у нас будет место для всех детей, каким бы ни было окончательное число. Вместе они приготовились к замечательному приключению, воспитанию не одного, двух или трех, а, возможно, четырех или более детей. Супруги беспокоились о том, как их сын воспримет эту новость. Хотя он был в восторге от перспективы появления двойни, они были обеспокоены тем, что он может чувствовать себя обделенным в окружении множества новых детей. Они изо всех сил старались объяснить маленькому мальчику, что у него появятся еще братья и сестры. Они заверили его, что появление новых братьев и сестер означает еще большую семью, с которой можно любить и делить приключения. Они сказали мальчику, что, несмотря на то, что временами все вокруг может казаться шумным и беспокойным, их дом всегда будет наполнен весельем и смехом. Они заверили его, что всегда будут любить его и что он всегда сможет прийти к ним с любыми заботами, которые у него возникнут. Шли дни, и волнение маленького мальчика начало затмевать все первоначальные опасения, которые были у пары. Он с готовностью присоединился к приготовлениям, предлагая свои собственные идеи по оформлению детской и игрушкам, которые могли бы понравиться малышам. Он даже предложил поделиться с ними своими игрушками. Он постоянно говорил о том, что будет старшим братом не только для одного или двух, но и, возможно, для четырех или более братьев и сестер. Поскольку детей было так много, врачи не смогли определить пол каждого из них, что добавило еще один элемент неожиданности к рождению. Однако супругов это не беспокоило, поскольку все дети были здоровы, и это все, что имело значение. Однако их сын выразил желание, чтобы у него было несколько братьев и сестер, что заставило Александру и Антонина улыбнуться. Врачи не хотели рисковать естественные роды при таком большом количестве детей, но они также хотели назначить кесарево сечение как можно ближе к сроку родов. Теперь все надеялись, что малыши продержатся до тех пор, пока не будет подтверждена дата операции. Иногда, однако, у матери природы другие планы. У Антонина не было другого выбора, кроме как продолжать ходить на работу, как обычно. Дома его ждал маленький сын и еще много детей, и ему нужно было зарабатывать деньги, чтобы заботиться обо всех. К счастью, у Александры было много людей, которые присматривали за ней и помогали присматривать за ее сыном, пока Антонина там не было. По мере приближения срока родов пара придумала план. Александра поедет в больницу со своими родителями, а Антонин встретит их там. Но даже самые продуманные планы не всегда срабатывают. Однажды утром Антонин, как обычно, отправился на работу, когда ему позвонила Александра и сказала, что, по ее мнению, у нее схватки на ранней стадии и она собирается ехать в больницу. Таким образом, врачи надеялись, что у них будет время подготовиться к кесареву сечению. Ее родители согласились поехать с ней в больницу. Когда Антонин заканчивал свою работу, он пообещал Александре, что ни за что на свете не пропустит роды. Но он не ожидал, что поезд, который доставит его в больницу, опоздает. Антонин быстро ушел с работы и направился на вокзал. Он полагал, что у него было достаточно времени, чтобы добраться до больницы до того, как Александру отправят в операционную. Однако, когда он добрался до железнодорожного вокзала, его худшие опасения оправдались. На информационном табло высветилось уведомление о том, что его поезд задерживается. С каждой минутой, пока поезд не прибывал, Антонин становился все более напряженным и расстроенным. Он отчаянно хотел быть с Александрой, чтобы дарить ей свою любовь и поддержку, а также не хотел пропустить рождение кого-либо из своих детей. Он не мог нарушить свое обещание. Когда поезд наконец прибыл, Антонин всю дорогу плакал, опасаясь, что не успеет вовремя. Он метался по больничным коридорам и наконец нашел нужное отделение, готовя себя к тому, что он все пропустил. К счастью, произошла небольшая задержка, и Александра как раз собиралась отправиться в операционную. Медсестры быстро помогли ему надеть брюки и шапочку, которые он должен был носить в операционной. После этого он, наконец, смог пойти к Александре. Увидев Антонина, Александра расплылась в широкой улыбке. Она тоже беспокоилась, что он не успеет вовремя и боялась рожать их многочисленных детей без него. Несмотря на то, что медицинская команда была замечательной и заботливой, они не заменили ей партнера, который был рядом с ней. Как только они оказались в операционной, пара оказалась в окружении такого количества врачей и медсестер, какого они никогда не видели. Но присутствие медицинской бригады их успокоило, они знали, что их малыши получат наилучший уход. Казалось, все происходило так быстро, но Александра чувствовала себя спокойнее, чем когда-либо за последние недели. Она держала Антонина за руку и улыбалась ему. Для пары все вот-вот должно было перевернуться с ног на голову, и они оба знали, что это будет нелегкий путь. Но они знали, что благодаря любви и поддержке друг друга их большая семья может быть полна счастья, смеха и забавы. После того, как местная анестезия начала действовать, бригада медиков приступила к кесареву сечению. Все чувствовали, что в зале царит напряженное ожидание, и всем не терпелось узнать, сколько же на самом деле здесь детей. Никто и представить себе не мог, что в этот день будет вершиться история. Операция прошла гладко, и, к счастью, ни у одной из роженец не было осложнений. Никто не мог бы желать ничего лучшего. Когда операция закончилась, в палате воцарилась тишина, и Антонин с Александрой начали опасаться худшего, особенно когда увидели, как один из врачей шепчется с медсестрой. Александру начало трясти, но прежде чем страх успел овладеть ею, палату огласил возбужденный крик. Антонин и Александра посмотрели на лица врачей и медсестер и увидели широкие улыбки, когда все в палате начали аплодировать. Медсестра объяснила супругам, что они только что родили первых пятерых детей в Чешской Республике, которые были зачаты естественным путем. Супруги были в шоке. У них не только родилось пятеро детей, но и они только что непреднамеренно вошли в историю. Многоплодные роды, как правило, чаще случаются при использовании эко, но Антонин и Александра зачали естественным путем. Рождение пятерых детей естественным путем – это не что иное, как чудо. Поскольку Александра родила пятерых детей, ее и пятерых других членов семьи поместили в палату интенсивной терапии, чтобы за ними можно было наблюдать. В целом, врачи были очень довольны тем, как хорошо у всех обстоят дела. Всего через несколько дней пара получила известие, которого они так долго ждали. Медики сказали супругам, что вероятность того, что все пятеро детей вырастут здоровыми, составляет 95%. Супруги не могли поверить, как им повезло, и были вне себя от радости начать эту новую главу в жизни семьи из восьми человек. Маленький сын этой пары не мог поверить, что у него теперь есть пятеро братьев и сестер, с которыми он может играть, и очень хотел научиться правильно держать малышей. Желая помочь своему сыну почувствовать себя более вовлеченным во все происходящее, они спросили маленького мальчика, не хочет ли он помочь им дать имена своим четырем братьям и одной сестре. Мальчик был очень взволнован этим и сразу же начал придумывать имена. В конце концов, Александра и Антонин вместе со своим старшим сыном остановились на Дэниеле, Майкле, Алексей и Мартини для мальчиков и Терезе для девочки. Следующие несколько недель они провели, осваиваясь с новым образом жизни. Семья получила широкое освещение в средствах массовой информации за то, что стала первой парой в Чешской республике, у которой родились пятеро детей, но они отнеслись ко всему этому спокойно, решив сосредоточиться на том, чтобы надолго сохранить воспоминания о тех первых днях. Выбор времени купания и кормления представлял собой совершенно новые проблемы, но пара научилась плыть по течению и наслаждалась процессом обучения, который возникал в каждой новой ситуации. Изначально ожидая двойню, а теперь родив пятерых новорожденных, семья радовалась своему многочисленному потомству, но была уверена, что у них нет планов расширять свою семью еще больше. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова